Протяните левую руку, посмотрите на ладонь. Есть ли у вас такая отметка? Если да, возможно, судьба целого мира будет в ваших руках. Давным-давно злой Зеро однажды вторгся в мир, принося бесконечные бедствия. Чтобы защитить мир, те, у кого на ладонях были такие отметины, сразились Зеро не на жизнь, а на смерть. Наконец, они запечатали короля Десяти Тысяч Налей, Цюн Ци. Своими клятвами и мечтами они выковали орла. Он полетел на своих сильных крыльях к неведомому миру. И было дано им имя Ся Лань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дзю... Твой души... Ты же был... Ты же... Больше не в этом мире. Когда ты предал город Зигун, я советовал тебе одуматься. Но у тебя не только не было раскаяния, ты даже пошёл за мной, чтобы забрать божественный кулон. Сейчас ты хочешь навредить их НС, сделав то же самое, что со мной? Шан Гуа-Яо, скажи мне, почему ты стал таким? Сколько раз мне повторять. С того момента, как я вошёл на гору, моей целью всегда было получить кулон, чтобы обрести его силу, включая Хэнси, вы все для меня всего лишь ступеньки на пути к моей цели. Я никогда не менялся. Ты слишком наивен. Шан Гуа-Яо, я не верю, что ты это действительно хочешь. Ты правда всё забыл? Забыл, когда впервые встретился с Хэнси? Забыл всё, что я когда-то говорил тебе? Ребёнок! Остановись! А ну, не убегай! Да куда убежал этот ребёнок? Где моя булочка? Это моя. Пьёс-то много, начинки мало. Как можно продавать такие? А с виду казались хорошими. Эй, в каком ларьке ты купил эту булочку? Я думаю, ему рано или поздно придётся закрыться. А ты как считаешь? Ты... что ты делаешь? Ты знаешь, что это? Не знаю. Эта штука у меня на руке с детства. Ты тоже не знаешь? Я слышал, что это зловещий знак. Любой, у кого есть знак, одной тёмной ночью будет захвачен загадочными людьми. И потом никогда не сможет вернуться. Не бойся, я просто пошутил. Смотри, у меня тоже такой знак. Меня же не поймали. А как насчёт этого? Похоже, мы связаны с судьбой. С сегодняшнего дня ты можешь следовать за мной. Кстати, я Шань Гуяо, а ты? Ихэнси. Ихэнси? Какое странное имя. Эй, Ихэнси, хочешь знать, как не попасться на глаза этим загадочным людям? Если ты принесёшь мне ещё одну булочку, я скажу. Ладно, хватит. Тебя просто избили. Почему ты такой медленный? В следующий раз убегай быстрее. Ты... Как ты мог их все съесть? Ты даже одну не оставил. Ладно, ладно, не плачь. Я принесу тебе поесть. На этот раз мне взять блинчики или паровые булочки? Ой! Не поранился? Как ты украл деньги? Украл? Говоришь так, словно это плохо. Тот старик сам наткнулся на меня. Я просто воспользовался ситуацией. Кроме того, чем ты отличаешься от меня, воруя булочки? Но я никогда не крал ни у кого деньги. Я... Я сделала это только потому, что был очень голоден. Голоден? И что, если бы я украл булочки? Разве это не то же самое? Тут всего несколько медных монет. С виду этот старик был хорошо одет. Не ожидал, что он окажется таким бедным. Этих монет хватило бы на покупку большой булочки. Так почему бы тебе не купить? Ты... Мой мешочек для монет, кажется, у твоего друга. Бежим! Что происходит? Эй, чего ты пытаешься добиться, держа нас здесь? Послушай, раз уж ты нас поймал, делай, что хочешь. Я Шаньгу Яо, всего лишь поморщусь. Я же мужик. Эй, что ты собрался делать? Что? У вас тоже есть? Что? Что ты имеешь в виду? Ты пытаешься сказать, что несмотря на возраст, ты не попал в плен к тем загадочным людям? Поэтому ты лучше меня? Поэтому ты хочешь, чтобы я был твоим последователем? Кто ты вообще такой? Я как раз один из тех загадочных людей. Шаньгу Аяо и Ханси, послушайте, я скажу лишь раз. Знак на вашей руке называется знаком Сялань. Знак Сялань? Те, у кого есть этот знак, имеют шанс стать Сяланем. Стать на защиту нашей Родины и народа. Защитить людей мне неинтересно. А у вас есть еда? Если вы не хотите голодать и хотите прожить хорошую жизнь благодаря собственным усилиям, тогда сегодня вы можете стать моими учениками. А Сялань крутые? Это зависит от того, что ты считаешь крутым. Так что, вы двое приняли решение? Хорошо. Не отвечайте просто мучая или говоря «хорошо». Вы должны говорить «да, учитель». Столько правил. Проще говоря, вы хотите, чтобы я был вашим последователем. Да, учитель. Те, у кого есть этот знак, имеют шанс стать Сяланем. Стать на защиту нашей Родины и народа. Шангуаяу, ты все это забыл? Каким бы озорным и властным ты ни был в детстве, я никогда не винил тебя. Потому что я видел в твоих глазах, что у тебя было доброе сердце. Ты бы не сделал ничего по-настоящему ужасного. Тогда твои глаза излучали духовность и мудрость. Я считал тебя своей гордостью и передавал тебе все свои знания. Однако, я даже не ожидал, что твоя жадность получить божественный кулон ослепит тебя. Теперь все, что я вижу в твоих глазах, это амбиции. Шангуаяу, скажи мне, почему ты оставил свою совесть? Шангуаяу, вернись. Это твой последний шанс. Сними барьер. Скажи мне, с какой целью ты пришел сюда и отдай мне кулон. Вернись со мной на гору Дзюгун. У тебя еще есть шанс искупить свою вину. Не продолжай совершать ошибки. Спасибо за напоминание. Я действительно все забыл. Но послушай, не думай, что твои бесконечные слова что-то изменят. Ради кулона я могу сделать что угодно любой ценой. Того, кто осмелится преградить мне путь, я бежала с надшвырнув в сторону. В том числе и тебя, Зоши. Раз смог победить тебя однажды, и смогу победить тебя и второй раз. Задуй бусина призрачной пыли. Довольно грозно. Я мог бы полностью растворить мою бусину призрачной пыли, превращая его в ничто, чтобы от него не осталось и пылинки. Шангуаяо, я хотел дать тебе шанс, если бы ты изменил свой образ жизни. Но я не ожидал, что ты окажешься настолько упрямым. Похоже, позволить тебе войти на город Зюгунь было ошибкой. Бедный Шангуаяо, если я тот, кто повел тебя по этому пути, откуда нет возврата, как твой учитель, я лично должен положить всему этому конец. Субтитры сделал DimaTorzok Я не могу двигаться, потому что надышался ядом. Проклятье. Уберем одного. Будь осторожен, Джан Чи! Сейчас Джан Чи и Чен Юэ не полностью овладели искусством Ся Ланя. В бою могу полагаться только на свою Юэнси. Если так продолжится, они долго не продержатся. Учитель Ихэнси сражается там. Если мы можем положиться только на меня... Остался только один. Дальше их очередь. Что ты делаешь? Сейчас нет времени объяснять. Просто повторяйте. Не останавливайтесь! Продолжайте! Продолжайте! Ихэнси... Что это за ход? Тебе действительно удалось победить меня. Тайны сердца. Все, что ты видел, это иллюзия, созданная в твоем сознании. Когда тебя ранят в тайне сердце, в реальности ты получаешь такой же уровень травмы. Но когда ты использовал этот прием? Возможно... С самого начала я использовал Дзоши. Этот старик был для меня всего лишь ступенькой на пути к получению кулона. А ты... Ты просто один из тех, кто был у меня на побегушках. Так вот, когда я недоценил тебя... Тайное сердце... Я никогда не думал, что проиграю тебе. Ихэнси... Кажется, ты действительно повзрослел. По меньшей мере... Я больше не могу считать тебя тем малявкой, что всегда за мной следовало. Ты помнишь, что ты сказал? Ты сказал... Когда-нибудь ты превзойдешь меня. В 99-й раз... Ихэнси... Ты снова проиграл. Похоже, ты всю жизнь будешь идти, только позади меня. Я превзойду тебя. Превзойдешь меня? Ну, я прямо перед тобой. Хочу увидеть, как ты это сделаешь. Учитель, я думаю, нет смысла продолжать практику. Давайте закончим на сегодня. Ты проиграл. Ты... Скрытая атака не в счет. Это твоя невнимательность. Учитель еще не объявил о завершении практики. Ладно, можете закончить. Ихэнси, ты хорошо справился. Не гордись. Сейчас я был неосторожен. Послушай, следующего раза не будет. Когда-нибудь я во всем превзойду тебя. Я этого не ожидал, что ты действительно превзойдешь в меня. Молодец. Ихэнси. Шан Гуаяу, теперь убери барьер. Отдай украденный кулон и возвращайся со мной на гору Дзигун. С одного удара... Я проиграл весь бар. Кажется, что я признаю поражение. У меня больше нет сил. Помоги мне подняться. Ихэнси... Теперь слушай внимательно. Тебя обманули. Тебя обманули. Продолжение следует...